Вот это уже альтернатива Сергею Макарову, Амская область, Исселькуль. Я помню, он провел большую работу, у меня осталось в памяти фотографии, он там сидит с таким видом, и длинный-длинный ряд сеянцев от меня, именно сеянцев, то есть из косточек. И вот прошли годы, я получаю вначале вот эту фотографию, обратите внимание, она довольно, как назовем ее, полукровная или хотя бы полукровная, это точно. Я про нее это еще не знаю, и он говорит, хотите разместите у себя, разместил раз, разместил два. И вот персики вы видите, да? И вот он что мне пишет, если вы хотите выставить эти фото слушателя, я всегда требую. А, только закрылся, что есть урожай, не иметь два фото. Так, им необходимо знать подробности, вот сейчас это будет так выглядеть. Давайте все внимательно, это касается всех нас. Хотите иметь персики? Слушайте. А по этапности получение привитого персика Хасанский на подвойне Терн из Хакасии, в данном случае из вашего сада. Родословная. Он молодец, все расписал. Косточка из сада Железова. Саженец выращен в Ромской области Силькуль. И Силькуль. Так, саженец дал первые плоды. Это я понимаю персика, то есть Хасанский. А от косточек получены новые саженцы. От них был взят лучший материал черенки. Вот дальше. На первом этапе прививки приживаемость на терн персика Хасанского из сеянцев. Сколько лет прошло? Очень низкая. Почти нулевая. Но это уже успех. Вот на этом обычно руки опускают. А далее внимательно. Ура! Получим материал. То есть все-таки что-то у него откуда-то эти... Ну то есть как бы плохо не прививались, но все-таки он получил черенки уже от персика на терне. А далее путем поэтапной многократной перепрививки. Внимание! Сеянца на первый по двое терна. С первого на второй. Со второй на третий. Ничего не напоминает? Терн одной крови. Помните постулат железа? Все по двое одной крови. Интересно, а вдруг сам дошел? Так. Тогда его надо уже в Академию. Терн одной крови. От одного дерева поросли и сеянцы. Неужели сам дошел? В третьем поколении уже наблюдается хорошая приживаемость. В месте прививки нет разности диаметров. О, красота! При вое и под вое. Срастание гладкое, четкое. При улучшенной капулировке не остается ран. А значит нет комедии течения. Болячик. Скороплодность привитого на третий год после прививки. Прошу прощения. Так. Скороплодность привитого на третий год. Это нормально. На третий год плоды. Ваши плоды. Видел только на картинке. Потому, как свыкать, сравнить не могу. У меня плоды на привитом персике хасанский. Сладкие, немного с пикантной кислинкой. Размер плодов обычно зависит от нагрузки на дерево. Поэтапная перепрививка, мое мнение. Это как необходимость для получения биологически совместивого материала. Саженцы. Господи, ну почему вы это самое? Ученые-то этого не знают. Вопрос. Почему я так считаю? Да потому, что более чем за 20 лет моих наблюдений показали, что приобретенные черенки из разных регионов и даже из соседских садов, привитые единожды, то есть один раз, выглядят не очень хорошо по сравнению с поэтапно привитыми. Так. Перепривитые трехкратно обгоняют в росте и даже начинают подносить раньше по отношению к первым приобретенным в питомниках черенки. И в питомниках черенки берут всегда от маточных деревьев и приватят на привой разных кровей, а это не есть хорошо. Так. Я рассказал о работе с привоем, но есть еще работа с подвоем. Она проста. Берем пороси от привитых деревьев, выращиваем семена, несущие все гены данной культуры или сорта, выращиваем подвоем. Обязательно условие маточное дерево, отдающее семена на подвоем, должно расти в вашем саду. Так. Ну, то есть берете от меня то, семена берите и черенки. Так. Я понимаю, что все вышесказанное вам давно известно и применено. Хотел подтвердить и поведать садоводом. Что я скажу? Ну, получил это письмо. Праздник на душе. Праздник. Теперь вы поняли, почему мне нельзя останавливаться. То есть, не знаю, может завтра опять руки опустятся. Вот. Есть много проблем. Ну, если уж сегодня, как я почитал это письмо. Ну, а если меня не будет, откуда это, кто еще это все поведает? Ну, тогда и вот это, помните там первая фраза? Спасайте. Это значит, что 100 рублей у вас такая веточка. Вот. Теперь. Вот это вот. Я не знаю, но понимаете, что у меня получается так, что я в компьютер, когда включаю, ко мне ничего только не лезет. И когда я включил очередной раз, передо мной была эта картинка. Я подумал, да что, опять что ли? Мы уже про богоискательство сколько говорили? Я уже, я на 100% уверен в том, что это самое, Дарвин не прав и прочее, прочее. А мне раз, вот я рассказал вам об этом, бах, приходит что-то в подтверждение. Еще раз рассказал, опять. И вот только я рассказал, бах, вот эта картинка. А здесь сразу. Тембрийский взрыв. То есть, ничего нет. Очередная катастрофа. Вода пуста, потому что, это самое, температура все замерзшая, вся земля замерзшая. Чуть отогрелась. Откуда это все взялось? А ученые, они в отчаянии. Они же не знают правду. Представляете, Академия наук не знает правду. Вот. И они вынуждены вот так вот. Смотрите. Я, поверьте, две-три минуты, но это не ради нас с вами. Это ради будущего, ради наших детей. Что они такие мы тупые, как хотелось бы это кому-то. Смотрите. Итак, разморозка планеты. И это коротко. Заполненные минералами водой мелководья. Так. Слово минералы запомнили. Так. Среда для разнообразных обитателей. Ну, откуда они взялись? Смотрите. Активность океана во время Кембридского периода. Это вот тот самый взрыв. Почему взрыв? Это не было ничего в другом. Бах. Рассвет первых позвоночных. Океаны вымывали горные породы. Да. После чего насыщались солями. Помните мои соли плюс минералы. Эти соли позволили животным нарастить карбонатные панцири. Вот все. На этом наука и остановилась. Появились первые позвонки. Вот знаете, плавало такое, типа мягкое. Да, мягкое это. Вот. Вот. А их кто-то пытается скушать. Вдруг раз у меня панцирь появился. Вот. Вот не было. Вот взял и появился. Ага. И зубы в нее начали ломать. Вот. Такая примитивная объяснение. Ну, я тогда взял. Следующее я сделал. Вы спросите меня. Вы потом отдельно еще раз прочитайте это. Я не мог. Это. Я получил. Как бы это сказать так. Я получил. Я получил. Я получил. Как бы предупредил. Вот та картинка, что вы видели. Это как специально. Константин. Я сейчас останавливаюсь. Вот это вот. Одна из глав книги. Вот. Знаете как. Вот действительно. Случайно и не случайно. Смотрите. Троценко. Троценко. Я еще. К чему я это говорю. Вот. Он как раз и есть тот самый. Кто эту книгу издал. А там. 1200 экземпляров. Скоро будет раритетом. Потом вообще будет. Стоит миллионы долларов. Но это потом. Те. Которых моя подпись. Но это потом. Итак. Одна из. Записок. Это записки. Зачарованная. Всеверхсадовода. Книга. В 14-м году я застолбил открытие мировое. Оно. Так как. Дарвин. Частный случай. То получается. Оно важнее. Дарвиновского. На порядок. То есть. В 10 раз. Вот. Потому что. Здесь объясняется все. Нет. Тут тоже не все объясняется. Есть загадка. Еще страшнее. Которую мы никогда не разгадаем. Но по крайней мере. Дарвин. Переходит в разряд. Так сказать. Частного случая. Вот ее уровень. Вот оно. Открытие. Вот оно. Вот. Понимаете. Это надо все вам прочитать. Будет отдельно. Вот. Сейчас. В Петербурге. Умер пациент. Видите. В краешку написано. С коронавирусом. Сегодня. Ну. В общем. Про это тоже надо поговорить. Вот это вот. Вот. Картинки. Книги с книги. Видите. Вот они. Картинки. Вот это вот. Самый крутой из моих оппонентов. Ученый из академии. Я не буду говорить. Ой. Из этого. Университета не буду говорить. Какого. Вот. Которому я вот тыкал вот сюда. Понимаете. Это. Листья. Листья. Это их скелет. Но скелет силовой. Это каркас. Это лекала. А потом они сюда встраиваются. Встраиваются. Вот здесь вот. И по ним идет раствор. Специальный раствор. Тот самый. Из земли. Который. Помните. Я говорил. Что я артифризом назвал. Мегауальный солевой раствор. И когда его достаточно. Получается. И он в нужной количестве. Получается листья. У тебя зеленый. Фотосинтез. А он мне говорит. Что падение. Ну. Это единственный из ученых. Который со мной еще. Ну. А. Благодарю ему. Вот хоть спорил. А остальные этого не заметили. Вот это мировое открытие. Уровень. Ну. То есть. Это самое. Эйнштейна. Вот такого вот. Понимаете. Причем. Оно настолько. Полезно и безобидно. Это не то что. Вот. Супруги Кури. Занимались радиацией. Да. Знали бы они. Что после этого. Взорвут. И. Это самое. Погибнет. За секунды. Сотни тысяч людей. Киросима Нагасаки. Вот. Так и тут. А это по крайней мере. Значение имеет огромное. Вот. А где наших людей то там нет. Некому сказать. Да вот же оно. Открытие то. Вот оно. Посмотрите сюда. Это совпадение. Да. С бабочками. Совпадение с папоротниками. Совпадение с грибами. А. Это ледяные узоры. Это нам подсказку Бог дал. И вот наконец. Вот оно. Вот оно. Я даже читать вам не буду. Это потом кому надо прочтете. Вот оно. Вот это и есть то что. Потому что это. Сейчас. Атеизм основан на тарвинизме. Вот. 40-30-40 тысячи лет назад. А вы знаете человек живет 30-40 лет. Ну тогда жил. Меньше. Тысячу поколений назад. Появился человек на земле. Тысячу поколений. Вот никто не может. И 40 тысяч лет. А позже ничего не нашли. Они нашли знаете как. Извините. Ну. Я ничего не могу сделать. Кто-то ж мне специально как бы вот ту. Вот та картинка. Да. Про кемберийский взрыв. Вот. Как будто специально. Чтобы я напомнил вам. В каком мире мы живем. Вот. Это же должно быть очень важно. Потому что я все подвожу. Это богоискательство. Понимаете. Вот что это такое. Вот. И разве это не интересно. 40 тысяч лет назад на земле не было ни одного человека. Да. Делим на 40. Ну. Допустим. В среднем возрождении. Тысячу поколений назад. Там то. Надо было миллионы. Сотни миллионов лет. Там. Такой паук появился. Там. 30 миллионов лет назад. Там. А вот это вот. Там. Акула. 80 миллионов лет назад. А здесь 40 тысяч. А у него мозги то видели какие. Вот. А среди нас то есть еще и люди которые мы можем только завидовать. Которые умеют складывать цифры миллионы на миллионы умножать. Нет обезьяны же. Правильно. Вот. Люди которые действительно ну гений настоящий. Вот. Вот. Я себя. Постоянно с ними тупицы чувствую. Потому что. Попробую. Догадайся. То до чего дошел этот сам Эйнштейн. Не в жизнь. И вот получается что. А ведь ничего. От обезьяны. Детям в школах морочат голову. Атехизм стал религией. Вот. Как сказать. Атехизм стал религией. Помните как там. Это сам. Как назвал. Кинокомедии. Когда этот священный служитель говорит. Все люди верят. Одни верят что Бог есть. Другие верят. Что Бога нет. Так вот. Самое страшное что вот это никому не надо. Вот. А в конце концов. Что здесь написано. Нет. Не буду я вам это говорить. Ладно. Вот вам мировое открытие. Вот. А так как. Извините. Металлургам. Это. С свиным рылом. Калашный ряд пути нет. Вот. Поэтому. Это никогда не. Нет. Она потом появится на западе. Все понятно. Поговорили. Возвращаемся к простым понятным вопросам. Извините. Если бы эта картинка не появилась. Я вам про это бы не рассказывал. Вот. То есть. Вот все эти животные. Появились. Ну. Можно назвать животными. Морские животные. Они появлялись. Не совсем сразу. Но. Когда. В каркасы. Встраивались. Отдельные. Молекулы. Встраивались. Встраивались. А так как. Подбор. Осуществлялся. Как бы сказать. По заранее сценарию. Вот она божественно. Это искорка. То получалось. Что. Получались сразу. Готовые. Жизнетворные. Еще. С передачей. Своих генов. Растения. Животные. Вот. А. И. Там. Вверху. Вы видели. Доказательства того. Кто. Тут поймет. Ну. Так уж. Получилось. Ну. Ну. Били в башку. А потом. Раз. Повелся. Возможность. Рассмотреть. Что это подробно. Вот это вот. Ну. Ладно. Не буду возвращаться. Пойдем. 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 Пойдем.